Невероятный поворот сюжета. Мажор выжил. Главный герой полюбившегося детектива возвращается на экраны. Четвертый сезон многосерийного фильма полон захватывающих приключений, знакомые лица и новые персонажи. Что изменилось за 9 лет? Какие испытания ждут Игоря Соколовского? Как развивается романтическая линия? И, наконец, главная интрига. Как ему удалось спастись? Анна Курбатова выясняла. На этом, казалось, и истории конец. Ведь в предыдущих сериях зрители, которые смотрели фильм, видели, главный герой умер. Но теперь получается, что вообще-то нет. Как же так получилось, что ваш герой жив? По истории пуля, да, прошла на вылет. Пуля прошла на вылет, но, судя по гриму Павла Прилучного, на этом испытания не закончились. Развини! Бывают такие люди, что, сколько бы они хороших дел не делали, все равно постоянно какая-то гадость получали. С тобой теперь никто не останется. «Мажор 4» — это продолжение истории Игоря Соколовского, сына миллионера, циничного парня, который любит рисковать. Новые события в его жизни по замыслу сценаристов разворачиваются в фильме спустя 9 лет. Жизнь сильно меняет близких ему людей. Мне кажется, я реально сажусь с ума. Катя теперь будет совершенно другим человеком. Здесь запрещено все человеческое. Главное отличие с предыдущими сезонами — то, что прошло много лет. И, конечно же, за это время у всех персонажей произошли какие-то изменения в жизни. Я думаю, что мы будем постепенно прощаться с какими-то из персонажей. Некоторые персонажи вообще окажутся не теми, кем казались раньше. По четвертой части мы в конфликте. У нас разводит жизнь. Жека начинает даже где-то охоту за мажором. В новых сериях фильма появятся и новые действующие лица. Любовь Толкалина сыграет психоаналитика главного героя. Как вам с главным развивателем женских сюрприз? Работать в паре? Все об этом спрашивают. Он очаровательный ребянок. Совершенно замечательный. Почему-то похож на индийского принца, как мне кажется. Несмотря на то, что все время хоть с разбитым лицом. Не подглядывай. Так, сиди, дыши, расслабься. Все, я сфокусировался, да. А еще у мажора появится дочь. Ее сыграла 12-летняя Виталия Корниенко. На счету этой девочки уже более 90 ролей в кино. Какой-то ты мутный. Ну ты резко с ней иди. У девочки сложная судьба. Меня в этом фильме зовут Соня. Я дочь главного героя Павла Прилучного как раз. Но там у меня непонятно, кто папа. У меня там двое папы. Моего папу звали Даня. Нет. Они и Ваня мне все рассказывали. Ты мне врешь. Мажор 4 – это сразу и мелодрама, и криминальная драма. Чтобы начать ценить простые вещи, нужно просто оказаться в розыске. И детектив, в каждой серии которого открытый финал. Выходите, подняв руки. Оружие разъехал. Садись в машину, быстро. Огонь! Анна Курватова, Мария Емельянова и Виталий Аниканов. Первый канал. Итак, премьера четвертого сезона. Смотрите на первом новые серии «Детектива Мажор». Уже сегодня вечером после программы «Время».